здравствуйте дорогие друзья вот сейчас я снимаю в так называемом классическом кинематографическом среднем плане вы видите меня приблизительно по грудь моя голова примерно в верхней трети кадра находится в общем это классика но такой план нам сегодня с вами не подходит потому что нам сегодня с вами для той задачи которую сейчас хочу выполнить подойдет вот такой приблизительно план который тоже называется среднем но американским среднем разница видна в том что я сейчас стою подальше и вам меня видно примерно ну как бы посередину моего бедра почему такой план был придуман потому что в 20-е годы когда американцы начали снимать вестерны был придуман так называемый ковбойский средний план чтобы для того когда я что-нибудь выхвачу например револьвером то было хорошо видно в кадре у меня сегодня конечно не револьвер мы сегодня с вами поговорим вот такой тактическая ручка которая была предоставлена для обзора магазином нажиман точка club вот такая вот штуковина сначала покажу как она выглядит а потом попробуем кое-что и поделать для того для чего она предназначена ну или может быть не очень давайте посмотрим на нее поближе при моем скромном опыте перевода китайских названий на английский язык я позволю себе даже название не читать вот просто вам такого покажу надеюсь хорошо видно в подписи тоже будет ссылка если вас такая ручка заинтересует также будет в описании этого видео поэтому давайте просто не будем смотреть как на очередное такое производство тактической ручки кстати знаю что точно такие же выпускают под другими такими более англоязычными брендами хотя явно заказывают на том же самом заводе что из себя представляет данное устройство ну во первых начнем с того что это все-таки ручка если выкрутить отсюда то появится вот такой вот стержень которым вы вполне можете писать насечки вся корпус по крайней мере весь внешне изготовлен из алюминия здесь с этим все в порядке выглядит вот таким образом насечка очень приятные качества никаких острых углов сделано все это очень комфортно очень удобно хорошая такая штуковина вот ну давайте поверьте мне на слово что в общем по бумаге пишется вполне нормально далее она может быть раскручена не только так но и вот здесь снимаете вот такой чехол получаете вот такой вот мульти инструмент соответствует определенной гайки честно признаюсь гайк таких у меня в хозяйстве не оказалось поэтому попробовать не смог вот такая как бы ну назовем это таким маленькой отверткой которую можно кое-где использовать попытаться как вы держу это мы с вами попробуем сделать вот такая вот открывашка для бутылок небольшая ну действительно вполне рабочая хотя не самая удобная мелковатая она то есть как бы вот так вот скажу что ну но тем не менее работает вполне нормально если вам в ручке удобно иметь открывашку то почему бы не то такая здесь сделано насечка кроме того здесь вот с этой стороны постараюсь покрупнее показать есть вот такое вот ну так скажем лезвие она в принципе заточен назвать его острым нельзя фил силу того что она очень толсто сведено ну например и можно наверное ударив сверху попытаться перерубить какой-нибудь проводок мы с вами тоже попробуем это сделать далее ну почему собственно говоря ручки чаще все бывают такие вот тактические тактически потому что здесь сделан вот такой вот на балдашника с закаленной стали так покажу действительно думаю что это хорошо видно который может быть применен как так называемый куботан да то есть вы можете схватить это оружие и вот такой штуковину ударит ну вместо обычной ручки наверное действительно это может нанести более серьезный урон вашему потенциальному противнику при этом понятное дело что такие предметы оружием не являются сразу здесь хочу сказать такую штуку у меня у самого довольно отрицательное отношение к использованию таких предметов как оружием потому что я лично полагаю так вам нужно очень долго тренироваться чтобы это было действительно эффективным оружием у вас в руках если вы подобным опытом тренировки конечно не обладаете то понятное дело как говорилось в одном известном фильме гранд арта который называется заведите лучше пистолет вот далее сделана вся эта ручка вот с такой клипсой крепится она с помощью двух винтов сюда вполне может быть снята если она вам незачем не нужна покажу крепеж какой клипса ну такая в меру эластичная в принципе хотя должен сказать что на тонкие джинсы на карман садится не совсем комфортно но я эту ручку нашел нашу в основном в рюкзаке слава богу мне таких экстремальных потребностей постоянно и кого-то бить вот поэтому скажем так мне ее не очень высокая доступность очень удобно ну и замечу сразу что здесь помимо всего прочего есть еще и вот такой фонарь осторожно свет я сейчас снимаю при дневном свете то есть ну фонарь достаточно яркий для того чтобы посвятить себе дорогу когда у вас нет больше ничего другого примерно сопоставимый по яркости с фонарями которые бывают на мобильных телефонах что-то вот такое приблизительно тут есть можно опять таки раскрутить это место и получить доступ к батарейному отсеку ну вот так будет выглядеть там батарейка и такой предмет собирается тоже достаточно просто повторюсь что вся ручка сделаны из надированного алюминия кстати хочу сразу заметить посмотрите как посажен диод внутри он сидит там не совсем ровно ручка поставляется вместе вот в такой коробочке и в коробочке помимо самой ручки она вот так вот тут лежит есть еще две спасные батарейки и стержень знаете вообще откровенно говоря очень мило то есть в том смысле что вообще такой девайс ну выглядит действительно как такой вполне приятный подарок я бы так сказал да мы друзья сейчас с вами будем тестировать этот предмет скорее всего я думаю что пострадает только внешний вид потому что я собираюсь применять его по назначению но все-таки посмотрим что из этого будет получаться главное чтобы уцелели при этом не только ручка но и мои руки надеюсь что будет интересно давайте смотреть дальше ну что друзья начнем мы конечно с вами самого важного и самого главного тактические ручки предназначены в основном для того чтобы ими бить то есть технически вот как бы есть у нее такая вот часть которая позволяет ей ударить давайте попробуем что будет с моими руками я в перчатках то буду делать на початке самообычные рабочие перчатки механика давайте ударю так смаху поглядим важно меня он всегда беспокоит что у меня однажды было с ножом фейербайн apple gate как бы клипса мне влетела в руку так что потом синяк заживал наверно недели три поэтому как бы я теперь осторожно отношусь вообще к тому чтобы наносить удары какими-то предметами с клипса обидно достаточно сильным тем более тут дерево давайте попробуем посмотрим как себя сет конструкции ведет ожидаешь почему то что будет как нож себя вести но ведет конечно не так но не должна но как видите бью в принципе скажу так что пальцы целы вот единственным пожалуй действительно предметом который здесь вам немного будет мешать это является клипса то есть я бы честно говоря если вы собираетесь бить постарался бы от нее избавиться еще есть такой момент что вы чисто теоретически как бы схватив за эту штуку неудачно можете включить фонарик ну так это будет достаточно странно но тем не менее может такое получиться давайте теперь посмотрим как она работает как другие инструменты то здесь вот есть такая отвертка ну допустим конечно мы ее можем тоже воткнуть и она конечно существенно лучше втыкается в дерево если вам зачем-то нужно втыкать придавать саморезов принесу попробуем покрутить насколько это как бы удобно будет таким инструментом делать ну скажу так на отвертку это конечно не особенно похоже и кроме того это у меня еще относительно небольшой саморез перо довольно тонкая при этом вот так вот как на ножах викторинокс вот эта штука не работает то есть как бы у нее нет такого расширения то есть начинает иногда соскальзывать шлице но как бы может бы not видите я думаю ну в общем да пожалуй не самый удобный инструмент для такой работы а теперь самое смешное когда я хочу им выкрутить что-то смотрите что получается я кручу а выкручивается у меня собственно говоря вот так вот так то есть здесь просто нужно понимать что здесь установлена обратная резьба к сожалению да и в общем как вот это дело теперь выкручивать с помощью такого инструмента до конца непонятно потому что ну она там ничем языканта законтрить чем-то нужно как бы соответственно выкручивать и я теперь выкрутить этот болт вообще никак не могу то есть соответственно понимаете закрутить до выкрутить пожалуй пласт ничего не выйдет ну как бы рассматривать конечно возможности вынуть вот вот так вот как-то ну тоже я бы не стал ты смотрите как бы здесь еще покажу такую штуку вообще рассчитывать на это вот устройство как на фонку тоже нет никакой возможности потому что сами понимаете она довольно таки неглубокая и вот я сейчас даже пытаюсь поддеть вот эту штуку уже чувствую что ну в общем то вот это вот перо она может определенным образом погнуться то есть как бы нужно такой работы совершенно назначить не предназначен ну вот и делать это ну совершенно не стоит давайте теперь наверное попробуем еще вот эту режущую кромочку поиспытывать какой-нибудь такой ну простецкой работе вот допустим типа мне нужно что-нибудь отрезать вот такое ножа у меня нет ну не нож конечно потому что сведено это все как топор и лезвие очень короткое но в принципе техническое возможно что-то перепилить у вас будет да ну конечно надеяться на эту штуку как на старпорез в экстренной ситуации вы не можете потому что слишком уж она маленькая вот то есть материал рвется резать даже вот такую вот очень не толстую вещь тут конечно никак не получается слушать и но конечно вот разочарование по поводу того как она с выкручиванием материалов работать нужно попробую еще раз можешь увидеть то есть закрутить тогда еще как-то путь ну вообще никак то есть все сделать с этим вообще ничего не получится это вот довольно обидный конечно момент вот ну и как бы скажу такую штуку конечно да вы этим работать как отверткой постоянно включаю фонарик вот ну ничего с этим поделать не могу чем работает приблизительно вот таким вот образом ну как бы скажу так я бы сказал что этого инструмента у вас считает что и нет теперь смотрите вот как бы тоже попробовал немножко пробку то есть то же самое гнется в общем здесь сталь она не такая прочная ну и понятное дело так как это не фуллтанк мягко говоря у вас туда далеко никакого упора нет вырвать тоже рискуете в общем короче говоря я бы этот инструмент считал ну только каким-то инструментом на самый-самый крайний случай потому что пользоваться им конечно постоянно будет крайне неудобно ну закрутить по крайней мере удается завернул давайте может теперь попробуем ручку выкрутить ухты а тут у нас тоже нас ожидает интересный сюрприз ну хотя вообще вроде бы получилось после ударов так немножко под заклинивает вот это место здесь знаете как бы интересно кстати то что вот такая тактическая возможность так скажем да она заключается в том что фонарик можете использовать отдельно от ручки то есть вы его можете включить допустим если вам надо писать в темноте то подсветить себе что-то ну что наверно для военных там каких-то таких ситуаций будет полезно ну как видите ручка по-прежнему пишет с ней в этом отношении все в порядке вообще на самом деле наверно самый такой прикольный элемент это то что ручка категорически действительно довольно таки удобно работает и вообще вот знаете как бы если честно признаться я иногда думаю о том что ее вполне можно вот использовать даже вот в таком виде и даже возможно вот в таком чтобы она была как-то полегче то есть в принципе вы можете носить такую прикольную штуку и ну действительно она на ощупь такая вся приятно имеет такие любопытные насечки то есть конечно не если вы много пишите но если вам почему-то вот все это устройство в кучу использовать неудобно описать вам нужно все-таки побольше чем два слова то вполне можно пользоваться вот так она достаточно комфортный вес в таком случае имеет потому что имеет короткий стержень давайте еще вот так вот тест покажу вам ручку обратите внимание что у меня практически полностью целое покрытие после того как мы с вами били ее в пень вот только что вот совсем чуть-чуть что-то здесь такое вот на самом острее образовалась в основном целом ничего не пострадала ну и сейчас мы с вами проверим стойкость стойкость и покрытия в стандартной ситуации я там обдирать ничего пытаться не буду в дерево ударить можете то есть это вполне нормально но штатная ситуация ручку вполне можно уронить с высоты человеческого роста когда вот что-то делали вот мы часто сделаем посмотрим как она это переживет будем надеяться что какие-то особых проблеме это не доставит Будем надеяться, что каких-то особенных проблем ей это не доставит Ну давайте так еще пером немножко вперед запущу Потому что она обычно падает какой-то такой вот стороной Надо, кстати, сказать, что в полете, смотрю, выравнивается ручка Носом не летит Ну, давайте теперь поглядим, что мы тут с вами видим В принципе, ну каких-то прям драматических последствий для ручки я лично не наблюдаю По крайней мере внешних Вот так вот она пару раз, вот эта кромка ударилась Фонарь работает? Работает Вполне, как видите, светит, выключается, включается В этом отношении все цело, клипса тоже не пострадала В общем, ну какие-то, может быть, вот если вот тут увидеть Вот какие-то очень мелкие точки появляются Ну не появляются вот эти противные белесые полосы, которые у эксплуатированных предметов часто видны Вот видите, вот здесь вот как бы тоже, да, такая вот появилась ямочка Но ничего страшного, то есть ручка вида своего не теряет от подобных падений Это вот крайне меня радует в ней Вот, ну и давайте теперь раскрутить Закрутить, потому что мало ли что Это все-таки алюминий Ну, каких-то дополнительных, так скажем Не вижу Появившихся сложностей Фонарь, как мы уже с вами убедились, тоже работает Ну давайте мы, наверное, как-то резюмируем про ручку На самом деле, как бы чудес, конечно, каких-то ожидать не стоило Как и часто бывает Вот этот вот небольшой инструмент оказался практически неработоспособным Наверное, бутылку, пробку вы им открыть сможете Как бы в какой-то экстремальной ситуации Можно что-то закрутить, выкрутить, как мы выяснили Будет проблема Вот, ну и отрезать тоже, знаете, как бы такой вариант Я бы такому инструменту свою жизнь не доверил Но, как бы, если у вас ничего нет, конечно, можете попытаться поковыряться Что-нибудь, какую-то пользу он вам принесет То есть, откровенно говоря, во многих тактических ручках такого инструмента нет И вполне понятно, почему В остальном, ручка прекрасно выдерживает падения, удары и прочие такие вещи Причем, как бы, даже не теряет внешнего вида Не говоря уже о том, что с функциональной точки зрения Она пишет, и ей можно ударить Это то, обычно, что от тактических ручек требуется При этом она не теряет свой внешний вид По-моему, ну, изделие вполне понятное Мои ожидания, оно полностью удовлетворило Вот этот внутренний инструмент я, пожалуй, может быть, даже при использовании лично мной Наверное, бы выкрутил Просто убрал и не пользовался В остальном, инструмент вполне отличный Тем более, помним, там есть две батарейки И еще заполнительный стержень То есть, прослужит вам это дело достаточно долго Навольно функционально, довольно понятно по качеству Надеюсь, что вам это было интересно Большое спасибо за просмотр Пока Пока